МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания ВТВ информационная программа Водкинский. В студии Елена Рудакова. Здравствуйте. Начнем, как обычно, наш выпуск с новостей 18-го региона. Дотации в размере 15 миллионов рублей выделит Удмуртина с балансированностью бюджетов трех муниципалитетов. Так, Сарапул получил 11 миллионов 50 тысяч рублей. Киасовский район 2 миллиона 850 тысяч рублей. Бабожский район почти 885 тысяч. Ранее сообщалось про финансовую помощь муниципалитетам Ижевской и Глазово. Они получат дотации в размере 104 миллиона рублей из региональной казны. 12 новых комплексов фото-видеофиксации появятся на федеральной трассе в Удмуртии. Основное нарушение, которое будет фиксировать комплексы – превышение скорости. Отметим, на сегодняшний день на дорогах Удмуртии работают 32 стационарных и 13 передвижных комплексов фото-видеофиксации. Ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменей» пройдет в Удмуртии с 1 по 9 февраля. В этом году мероприятия фестиваля будут создавать новую историю. Главной темой фестиваля станет связь поколений. В рамках события состоятся кулинарные и творческие мастер-классы, конкурсы, удмуртские забавы и спортивные состязания с пельменной тематикой. Фолк-фестиваль, ярмарка продажа кулинарной продукции и изделий декоративно-прикладного искусства. Вручение национальной премии «Золотой пельнянь» и многое другое. Межмуниципальным отделом ВД России «Водкинский» приступил к обязанностям новый начальник. Подробности далее. 29 января личному составу межмуниципального отдела МВД России «Водкинский» руководителем подразделений структур города и района был представлен новый начальник отдела полковник полиции Ренат Гумаров. В вашем подразделении он проходил службу, и поэтому вы его знаете. Выходил он отсюда начальником полиции, отработал в индустриальном районе города Ижевска, зарекомендовал себя с положительной стороны, поэтому министрам принято решение с учетом того, что вашего руководителя забрали в город Ижевск на должность начальника управления по городу Ижевску. То есть это говорит о том, что руководитель ваш также проявил себя с самой лучшей стороны, ну и сам по себе руководитель не может быть просто хорошим руководителем без коллектива, поэтому нужно отдать должное и вашему подразделению. Это ваша заслуга, что ваши руководители проявляют себя хорошо и вырастают. Ринат Шамильевич проходил службу в различных подразделениях МВД от участковых до следствия и так далее. Имеет большой опыт, знает работу изнутри профессионал своего дела. На основании приказа министра внутренних дел Пудмуртской республики Алексей Попова новый руководитель приступает к своим обязанностям 29 января 2019 года. Хочу поблагодарить вас, министра внутренних дел за оказанное доверие, потому что лично для меня быть руководителем МВД России в Откинске достаточно почетно, поэтому выражаю благодарность, доверяю, что вновь будут приложены все усилия для того, чтобы поддержать общественный порядок, общественную безопасность в обществе, сохранить спокойствие граждан, ну и в целом выполнить все задачи, которые ставит перед нами МВД России Пудмуртской республики. Ренат Гумаров отметил, что больших изменений в кадровых назначениях в отделе МВД Воткинске в ближайшее время не планируется. Отдел будет работать в штатном режиме. Вместо с вами мы будем выполнять все необходимые задачи, соблюдать, так скажем, организовывать и обеспечивать спокойную жизнь граждан и общественную безопасность. Отметим, что по результатам комплексной оценки деятельности за 2018 год межмуниципальный отдел МВД России Воткинский лидирует Пудмуртской республике среди всех подразделений. Лена Рудакова, Валерий Колдомов, Воткинский. Продолжит выпуск новости Воткинска в эфире рубрика «Городские новости» короткой строкой. Воткинск примет участие во втором всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений на лучший проект благоустройства общественного пространства. Также примут участие в конкурсе Глазов, Сарапул, Можга и Камбарка. Каждый из городов представит на суд жюри по одному проекту. Все участники конкурса должны подготовить и направить свои заявки в Минстрой России до 1 апреля 2019 года. Во всех городах уже прошли общественные голосования за выбор пространств, благоустройство которых для жителей в приоритете. В Воткинске общественность проголосовала за продолжение благоустройства набережной. Напомним, в прошлом году Воткинск вошел в число 15 победителей этого конкурса и получил 100 миллионов рублей на реализацию проектов парк имени Чайковского и общественная зона 95-й километр. При пожаре жителям Воткинска необходимо звонить по телефону 101, а не 112. Начальник главного управления МЧС России по Удмуртской республике Петр Фомин посоветовал жителям при пожаре звонить по телефону 101. 112 для потерявшихся, а 101 – это немедленно реагирование службы. Когда вы в 112 звоните, вы теряете время. Каждая секунда – это 10 метров горения. Он подчеркнул, что то же самое касается и вызова полиции, скорой помощи и газовой службы. В пресс-службе региональным управлением ЧС напоминают, что любое промедление из-за паники может привести к непоправимым последствиям. Сотрудники Воткинской госавтоинспекции провели уроки дорожной безопасности для учащихся начальных классов школы номер 10. Особое внимание ребят было акцентировано на предупреждении дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов, а также на особенности дороги в зимний период. Ребятам напомнили об опасности катания с горок, которые выходят на проезжую часть, и рассказали о важнейшей роли цветоотражающих элементов для безопасности пешеходов. Сотрудники госавтоинспекции уверены, что своевременное привитие детям навыков безопасного поведения на дороге и закрепление полученных знаний поможет воспитать грамотных участников дорожного движения. Еще больше новостей ищите на портале водкинск.нет. Там каждый день нужная и полезная информация для вас. Обязательные работы – одна из мер административного наказания. Какая работа ведется в данном направлении судебными приставами, расскажем в следующем сюжете. Обязательные работы, как мера административного наказания, назначаются судьей. Она предусматривает, что физическое лицо, совершившее административное правонарушение, свободное от основной работы, время должно выполнять бесплатные общественные работы. На сегодняшний день на исполнении в Откинском районном отделе судебных приставов находится 520 исполнительных документов об отбывании должниками административного наказания в виде обязательных работ. За 2018 год отбыли наказание 242 гражданина, за 2019 год уже отбыли наказание 78 граждан. После возбуждения исполнительного производства применяются меры принудительного характера. Обязательные работы устанавливаются на срок от 20 до 200 часов и отбываются не более 4 часов в день. Должники выполняют порученную им работу по благоустройству нашего города. В случае, если должник уклоняется от отбывания обязательных работ, судебный пристав исполнитель составляет в отношении гражданина административный протокол по части 4 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Уклонение от отбывания наказания в виде обязательных работ также влечет в наложение от штрафа от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Судебные приставы занимаются учетом наказанных таким образом лиц. Отработанного времени согласовывают с местными органами их направление в конкретные организации отбыванием ими работ. Организации, куда отбывающие наказание лица направлены, учитывают их явку на работу, ведут контроль за ее выполнением количеством отработанного времени. Елена Рудакова, Валерий Колдомов, Водкинский. Завершает выпуск наша традиционная рубрика «Даты и события страны мира». 29 января – день мобилизации против угрозы ядерной войны. Он отмечается во всем мире годовщиной принятия Дилийской декларации. Цель ее – призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны. 29 января – киберпонедельник в России. Это одна из крупнейших в мире распродаж и акций скидок на товары, интернет-магазинов и весьма популярное событие в современном мире. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома. В России первый киберпонедельник прошел 28 января 2013 года и продолжался сутки. И в этот день, но в 1932 году на Горьковском заводе рождается полуторка – первый грузовой автомобиль «ГАЗ-АА». Это легендарная машина довоенного и военного времени. Прототипом модели послужил американский грузовик «Форд-АА» 1930 года, который был закуплен Советским Союзом по лицензионному соглашению. Так появилась полуторка «ГАЗ-АА», которая впоследствии многократно модернизировалась. На сегодня это все. Впереди вас ждет прогноз погоды. Еще больше новостей ищите на портале воткинск.нет. С вами была Елена Рудакова. Увидимся в Воткинске.